К 1633 году относится изумительный афорт Рембрандта, добрый самаритянин. Богатый самаритянин, жители города Самарии, привез больного окровавленного бедняка, которого он подобрал по дороге, в гостиницу, с тем, чтобы там о нем позаботились и вылечили. Ранний Рембрандт, придающий большое значение занимательности сюжета, чисто внешнему драматизму и техническому совершенству, идет на мелодраматические отклонения традиционного сюжета, включая повествование новых действующих лиц. Через 15 лет на высшем этапе творчества Рембрандт вернется к легенде о добром самаритянине и даст ей более близкую к оригиналу и в то же время более человечную трактовку в картине под тем же названием. Поэт Йоганн Вольфганн Гёте посвятил замечательному раннему рембрандтовскому афорту свою статью «Рембрандт. Мыслитель». На переднем крае гравюры добрый самаритянин изображена лошадь, стоящая к зрителю почти богом, и паш держит ее за узду. За лошадью изображен слуга, снимающий раненого и собирающийся внести его в дом, в который ведет лестница, проходящая через балкон. В дверях виден пышно одетый самаритянин, дающий хозяину дома деньги и бережно вручающий раненого его заботу. Левее виден выглядывающий из окна молодой мужчина в шляпе с пером. Справа, на незаполненном пространстве фона, виден колодец, из которого женщина черпает воду. Этот лист – одно из прекраснейших произведений Рембрандта. Он производит впечатление гравированного, с необычайной тщательностью. Несмотря на тщательность, игла очень легка. Внимание превосходнейшего Лонги особенно привлек старик в дверях, относительно которого он говорит. Не могу обойти молчанием лист самаритянина, в котором Рембрандт настолько верно передал вечно трясущегося за свое существование человека. Как не смог передать этого еще ни один художник, ни до, ни после него. Но продолжим наши замечания об этом прекраснейшем листе. Нас удивляет, что раненый, вместо того, чтобы отдаться в распоряжение прислуги, которая собирается внести его в дом, с трудом поворачивается. Приподняв голову, он обращается в левую сторону, как бы сложенными руками, умоляя о милости того молодого мужчину в шляпе с пером, который скорее холодно и безучастно, чем грозно выглядывает из окна. Эта поза особенно неудобна для несущего его слуги. Можно прочитать на его физиономии, что груз ему неприятен. Становится ясным, что раненый узнает в грозном юноше и в окне капитана бандитов, той самой шайки, которая недавно обобрала его. Раненого охватывает ужас от сознания, что его несут в притон бандитов, и что самаритянин также решил и погубить его. К тому же он находится в состоянии безнадежной слабости и беспомощности. Если мы теперь посмотрим на лица всех шести изображенных фигур, то окажется, что нам вовсе не видна физиономия самаритянина. Паш, держащий лошадь, виден лишь слегка в профиль. Услуги, утомленного грузом, напряженные, недовольное лицо с поджатыми губами. Бедный, раненый, полнейшее выражение беспомощности. Чрезвычайно удачно контрастирует добродушное и внушающее доверие лицу старика со скрытным и жестоким лицом капитана бандитов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok